И всем привет, ребят, с мастер-байк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня вместе с вами мы протестируем устройство на рельсу, устройство, которое добавили у нас в командные контракты, на котором я уже длительный период времени не играл, но которое является супер крутым и сильным, сегодня я нахожусь на своем первом бездонат аккаунте, именно на этом аккаунте есть эта шикарнейшая гиперскоростная нагибаторская рельса, Ну а если вы ждали подобного рода видеоролики и вы хотели бы видеть видеоролики по всем устройствам из командных контрактов, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллионов кристаллов на 20 тысяч танк-коинов, для этого у нас только игры в аккаунте стоят ему личные, так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашей рельсы, то сегодня мы будем играть с рельсой и с корпусом Арес, Арес, ну в моем понимании, наверное, идеально подходит под эту рельсу, ну и по дрону мы возьмем гиперен, не будем даже брать никакой дополнительный бустер для урончика, просто возьмем дефолтный гиперен, ну и по краске сегодня у нас будет кислота. Да-да, кто если что вдруг удивился или не знает, это, ну, та самая первая кислотка, которая есть в танках онлайн, которая у меня сейчас на аккаунтике как раз-таки и одета. Так, ну и пикаем быстрый бой, режимы никакие выбирать мы здесь не будем, не будем ничего экспериментировать, вроде как все четко у меня одето, посмотрим, насколько жестко будет наваливать эта рельса, напомню, что она с расстояния наносит максимальный урон, даже уже со средней дистанции, накидочка, у нее становится супер шикарная, запикиваемся на карту, где всего лишь один резист от рельсы, это шикардосичек, меня закидывает на TDM-очку, на форест, ну и начинаем наваливать и смотреть, что же у нас из этого всего будет получаться. Попробую выпушить правую зонку, закрепиться на ней, можно, конечно, даже сначала сыграть через овердрайв, увидел я выпадающий оуди, так, забираем этот овер, тиммейт хотел у меня его благополучно отжать, но у него не вышло. Так, здесь еще хорошая тычка по Хантеру залетает, ну и здесь уже с респа, если что, я могу прожимать овердрайвик и стараться контролировать оппонента. Не буду долго здесь выжидать, не буду вытягивать тайминг, ну и вот по 2200 уже наша рельса будет начинать здесь накидывать по оппоненту. Верхняя прострелка есть на 2600, залетает по противнику, шикарно, Хоппер пытается выпушить под упорчик, чуть-чуть дистанцию пытаемся сделать, но у нас есть еще критическая рельса, но он стрейфит и я, к сожалению, не попадаю. 4 кила со старта у нас уже имеется, ну и в принципе начало довольно-таки неплохое. 30 на 12 мы уже ведем в рамках этого боя. Карта, конечно, я бы не сказал, что идеальная для рельсы на дальность, но в целом, как я уже сказал, что на средней карте, что даже на полумаленькой карте эту рельсу можно реализовывать. Да, она будет работать за счет того, что уже на средней дистанции у тебя проходит максимальный урон с этой рельсы. 4200 стычки прямо сейчас у нас залетает, опять начинает меня выпушивать этот противный Хоппер, который еще и в моменте подлагивает, и я не могу по нему попасть. Надо как-то, я не знаю, придумать, как от него уходить, потому что со сближением этот Хоппер мне очень много проблем наносит, и я, к сожалению, ничего с этим поделать пока что не могу. Падает у нас на центре Овердрайв, хотел я как раз-таки этому Хопперу дать по головешке, но он быстро здесь убежал. Крит залетает по резисту в виде 800, но у него, я так понимаю, еще и бронечек здесь имеется, здесь уже 1300 залетает. Ну и здесь по Викингу отличные 3400 урона залетают, то есть на Гиперионе спокойно, даже с дефолтным уроном, у нас эта рельса накидывает очень и очень хорошие цифры. Крита 1700 у нас залетает по Крусейдеру, отлично, 1600 на добавочку, ну и в целом мы можем продолжить накидочку здесь урона. Чуть-чуть разрываем дистанцию, делаем чуть-чуть ширины, ну и пытаемся законтролить оппонента, который здесь у нас сверху выпикивает, возле нас респица выпикивает. Плюс на Дали играет здесь арес рельса, пробуем сразу добить здесь Харька сверху, ваншотный Харечек у нас становится отлично. Сквозная рельса с Крусейдером по 4200 залетает просто с респауна, шикарнейший урон. Ну и здесь Харька я тоже думаю, что можно было бы и ваншотнуть, но этот фраг, к сожалению, меня подтыривает наш тиммейт. 200 добавки урона, здесь еще 1700 добавки урона, ну и в принципе, наверное, это идеальная зона для контроля здесь противника. Главное, чтобы у нас как раз-таки эта Хоппера и Зида здесь не въезжала, которая очень и очень противная у противника имеется. Шикарнейшая еще рельса по двоим залетает. И еще одна добавочная шикарнейшая рельса по двоим. Здесь по верхнему прострельщику можно поработать, а резко будто будет сейчас выдавать в меня Шареллу. Или не будет? Почт, но не будет этого делать, я так думаю. Хотя сейчас Куглу прижался. Нет, все-таки дает он здесь Шареллу, но и, к сожалению, я ничего уже против Шарика сделать не могу. 11 киллов у нас уже есть в рамках этого боя, довольно неплохой результат, если честно. Опер здесь вжимает Оудишку на нашем респе, но его довольно быстро здесь разбирают. По Хантеру тоже пытаюсь здесь накинуть в надежде крита либо разрыва дистанции. То есть, как вы видите, сначала с упора 700, потом чуть-чуть разрыв дистанции и мой урон уже выглядел в 1300 домашки. Что является очень и очень неплохим урончиком. Здесь, недолго, думаю, мы запускаем Шареллу по респу. К сожалению, она немножечко кривая у нас. Не полетела так, как я хотел. Чуть-чуть мне подсбили траекторию. Так, но в любом случае неплохо. 12 киллов у нас уже есть. Пытаемся раскрутиться, пытаемся сделать максималочку здесь по киллам в рамках этого боя. При том, что у нас жесткая доминация в рамках этого боя в целом есть от нашей команды. Так, ну и Гиперион мне позволяет на протяжении всего этого времени иметь полную расходочку. Поэтому, если вы живете долго, то Гиперион в этом плане смотрится очень и очень круто. Особенно, если вы так на широкой дистанции стоите с оппонентом и противник, грубо говоря, постоянно открытый под вас. Да, то есть тогда это работает вообще максимально жестко. 2800 прямо сейчас у нас залетает по противнику на ширине. С крита 3 с половочкой залетает. Пытаюсь добить еще здесь Тантера, который под упором решил по мне покидать. 2500 по легкому. То есть легкие танки все на ваншот могут быть, если они не успевают среагировать с респа. То есть если челс с респа не реагирует, то вы ему просто ваншотную тычку вкусненькую здесь накидываете. 100 киллов у нас уже на команду имеется. Пытаюсь здесь по Хантеру дать 4200. Хорошенькая тычечка залетает. 2800 на добавку. По Викингу здесь 1800. Неплохо. Еще 1900. Еще по Крусейдеру 3 с половой. Хантер шикарный овердрайв под реализацию дает. Пытаемся разорвать дистанцию, чтобы урон стал побольше. Ну и вот вы видели только что, да? Был урон сначала 1200, потом полторы. И дальше... Ух ты! Хорошенькая рельсочка залетает. То есть как только чуть-чуть больше дистанция становится, рельса уже начинает наносить совсем-совсем другие цифры. Да, то есть средняя дистанция уже дает максимальный урон с этой рельсы. И это очень и очень круто. Ну и в моем понимании, Орес является, ну прям, идеальным корпусом для реализации этой рельсы. Можно, конечно, и на Крусейдере играть. Но мне вот именно Оресик нравится под реализацию больше всего. Уживаем еще дополнительную Шареллу под респик противника. Потому что у нас уже здесь не так много киллов остается до конца. Поэтому под дополнительные киллы, я думаю, что пойдет. Так, пробуем здесь сразу набрить Харька. С максимальным четким таймингом пытается здесь Антера Тесла стелсиком обработать нас. Но мы ее здесь контролим. Плюс наш тиммейт ее контролит. Так, ну и у нас остается 28 киллов до конца боя. По Викингу залетит ли ваншот с такой дистанции? Полторушка залетает. Чуть-чуть разрываем дистанцию. Уже 2800, да? То есть вы видите. Чуть-чуть больше средняя дистанция становится. Все, уже максимальный урон с этой рельсы залетает. Плюс напомним, что я на Гиперионе. Я не на бустере, не на кризисе, который дает дополнительный урон. То есть я с дефолтным уроном на этой рельсе играю. Вы видите, насколько жесткие результаты у нас здесь получаются. 18 киллов у нас остается до конца. Пытаюсь открыться здесь под Ореса. Но видел Крусейдера, хотел быстренько забрать Крусейдера. Противников здесь довольно быстро тоже респят. Пробуем здесь поднакидать по противнику под упор. 33 на 4. Можно было, конечно, еще тайминговую аптечку прожать. И так просто здесь не сливаться. Но я почему-то понадеялся, что я еще один выстрел выдержу. И, соответственно, решил аптечку чуть-чуть больше подсейвить. Оказалось, что я уже был в этот тайминг на один выстрел. Так, пробуем накинуть по Оресу. И еще тыщеночка вкусненькая залетает. Под Крусейдера можем тоже здесь открыться через полубоковушку. Накидочку по нему тоже неплохую оформляем. Добавочка по двоим супервкусная залетает. Так, ну и Шарелла от Ореса вражеского. Пытаемся скрыться сразу, чтобы не получать здесь дополнительный урон. Также под накидку здесь пытаемся забрать сразу Викинга на дистанции. 2.800 залетает по нему. Второй выстрел Ямажа. Но там оставалось-то у него понты по ХП. Так, ну и все. Один килл у нас остается до конца. Фиксируем прибыль. И фиксируем результат с досрочной карты. За буквально 8 минут я набиваю 35 киллов на рельсе на дальнейшем. Считаю, что это шикарнейший результат. И шикарнейшее устройство для реализации. Поэтому если вы вдруг еще думаете, стоит брать, например, из командных контрактов это устройство на рельсе или не стоит. То я вам могу сказать, что точно это очень сильное устройство. Которое на сегодняшний момент времени, да и на протяжении уже супер длительного периода времени, нагибает в нашей игре. Поэтому, если вам понравился обзор и вы хотите видеть все обзоры по командным устройствам, ну либо хотя бы по всем интересным устройствам, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше. Вся информация по нему есть в описании. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.